всем привет дорогие друзья вы опять попали на канал алекс болдуин у нас сегодня очередная распаковочка любимая моя тема пришли чехлы и бамперы для телефонов в данном случае я заказал вот такой телефон себе на алиэкспрессе honor 6а huawei в базовой комплектации так сказать сканер отпечатков пальцев стильный металлический корпус мощный восьмиядерный процессор и высокоемкая батарея 3000 миллиампер час вот такая вот коробочка телефон я уже распаковал опробовал протестировал небольшое время давайте откроем его посмотрим что же идет скажем так в комплектации такой вот мануальчик где написано что и присутствует сканер отпечатков пальцев липучка ну естественно мануал присутствует даже русский язык если вы видите безопасно для детей адаптер характеристики различные его гарантийный талон что мы дальше имеем скрепка скрепка кабель довольно таки неплохого качества посмотрим если логотип какой-нибудь на кабеле я думаю что вряд ли присутствует нет к сожалению ничего не написано и зарядное устройство зарядное устройство тоже кстати нет есть вот вы видите сфокусирую вот так вот если видно huawei 2 амперная все комплектация вся сам телефон вот в таком вот в металлическом корпусе я сразу же попросил продавца чтобы он не поставил защитное стекло как вы видите защитное стекло уже стоит вот даже если вот так вот показать защитное стекло вот здесь вот не до конца рамка так вот набликует или что стоит защитное стекло телефон хороший шустрый я установил различные программы уже его протестировал скажем так обновление системы присутствует обновление системы сейчас действующая как по текущая версия написано текущая версия давайте посмотрим текущая версия лог изменения нет пока информации обновление системы а давайте попробуем включить вайфа и посмотрим что проверка обновления нет пока интернет-соединения попробуем сейчас пошло интернет-соединения ищет он проверку обновлений текущая версия то есть последняя версия стоит так о телефоне я уже как бы рассказал до встроенная память оперативная память и а значит и 2 гигабайта разрешение 720 на 1280 прошивку мы не будем версия ядра 2 гига оперативки и встроенной 16 и получается по факту где-то 14 выдают встроенной памяти сейчас попробуем посмотреть сколько же осталось на борту ну естественно я установил там уже программ определенное количество вот диспетчер файлов зайдем если нам покажет вот показывает что 6 и 3 нам осталось 16 и я поставил сим-карту естественно туда и и поставил карту памяти так но у нас как всегда слот для памяти гибридный мы его не доставать не будем то есть он делится на либо мы вставляем вторую сим-карту либо вставляем карту памяти вот вот такой вот к нему пришел чехол вот такой вот базовый скажем так дермантинчик такой вот так называемый я уже его попробовал такой приятный на ощупь как бы но я такой фактор не не люблю как бы все вырезы все совпадает я вам сейчас покажу ну для меня такие чехлы неприемлемы и не нравится вот как видите все совпадает единственное что сама крышка вот здесь вот с каким-то небольшим браком вот тут вот что-то вот такое если вы можете увидеть присутствует какой-то клей или еще что-то я не стал его отдирать потому что знал что я им как бы особо пользоваться не буду давайте посмотрим теперь какие же дополнительно я к нему заказал чехлы коробку сейчас не нужно и посмотрим вот такого чехол вот такой вот это не к нему к сожалению наверное вот почеку из моей любимой серии противоударный защита броня как пишут на сайте алиэкспресс потом он пакет он 6 а вот такой вот противоударный с подставкой чехол это уже не первому чехол из этой серии я их покупаю ко всем своим телефонам данном случае у меня такой же вот на meizu m3 ноут увидите разница только естественно в диагонали телефона здесь 5 и 5 здесь 5 поэтому а так все почти одинаково ну естественно под камеру входа и выхода давайте попробуем что же как он будет сидеть в нем так плотненько заходит вот он уже и дома скажем так кнопки включения выключения выключаем пока интернет который нам не нужен вот так вот будет выглядеть с подставкой тугая такая ножка подставки хорошо так плотненько защелкивается резиновые вот этот накладочки под сканер отпечатков пальцев удобно ну вот так вот он выглядит смотрите удобно в руке диагональ удобно держится в отличие от моего meizu конечно есть отличие здесь 5 и 5 напоминаю здесь 5 так убираем этот бампер заказывал я его на алиэкспресс шоу он ровно две недели пришел быстро трек отслеживался стоимость его около 170 рублей ссылочку я вам скину внизу под описание так убираем вот в таком пакетике был что же еще вот такой вот второй чехол давайте посмотрим что же с этим чехол фирмы акабелла тоже для хонор 6 а для моего ну вот такой вот прорезинованный такой приятный на ощупь здесь вот совсем другой какой-то материал здесь более жесткий здесь вот более такой вот немножко отличается мне кажется ну кнопки просто просто бокс давайте посмотрим стоимость его почему-то он обошелся мне на алиэкспрессе дороже стоимость его 220 рублей но как видите все совпадает зарядка под динамики тоже такой приятный на ощупь удобный тонко выглядит все хорошо посмотрите так вот такие его чехлы два чехла для хонор 6 а телефон также был куплен на еще раз вам напоминаю на алиэкспресс обошелся он мне сейчас уточним 7200 насколько я знаю в россии он стоит порядком где-то около 9000 рублей ссылочку я вам скину внизу под описанием телефон пришел за три недели то есть трек отслеживался продавец общительный общался со мной выполнил все мои просьбы наклеил незащитное стекло прислал в качестве подарка я еще раз вам напоминаю вот такой чехол которым я совсем не пользуюсь ну попробовал посмотрел теперь у меня будут вот такие вот чехлы к нему к телефону хонор 6 а вот так вот посмотрите вот такие вот чехлы так убираем сторону но это еще к сожалению не все еще есть мой любимый телефон мэйзу м2 это телефон моей любимой жены вот у нее вот такие вот бампера такие цветастые ей я тоже заказал защитные бамперы к сожалению последний бампер пришел вот в такую вот негодность вот так вот он сломался ободок то есть его еще можно использовать без этого ободка если вытащить очень плотно сидит попробуем сейчас вытащить вот такой вот силиконовый твердый бампер цветной поставить еще старый использовать то его наверное можно будет носить но он вот так вот будет выглядеть без ободка как бы просто как скажем так резиновый бампер и заказал ей тоже два бампера давайте посмотрим что же ей пришло вот такие вот два бампера Meizu M2 Note написано золотистый вот такой вот ободок такой вот резиновый бампер давайте второй скром по-моему они оба одинаковых тут различные у них ободки да здесь золотистый цвет присутствует а здесь стальной оба одинаковых как вы видите вот такие вот давайте попробуем даже вот здесь вот логотип есть Note 2 здесь Note 2 если видите вот видите Note 2 и здесь тоже Note 2 давайте попробуем оба хорошо вставляется легко кстати легко свободно входит все совпадает все отверстия вот так вот он выглядит красиво презентабельно стоимость его 120 рублей но шли эти бамперы мне очень долго я честно говоря уже и забыл про них шли они где-то недели 3 а то и больше давайте попробуем золотистый немного они похожи конечно вот на предыдущий который я вам показывал с этим ободком с розовым вот такой да здесь просто розовый золотистый вот все удобно вот такие вот два бампера для телефона Meizu M2 Note вот такой вот бампер который уже присутствует вот такие вот бамперы я вам показал сегодня еще раз вам напоминаю для Honor 6A вот такой вот бампер и вот такой вот защитный противоударный и вот такие вот бамперы для Meizu M2 Note все всем пока-пока смотрите наш канал подписывайтесь будем очень рады вас видеть на нашем канале Алекс Болвин субтитры